Витаю всех глядочев и подписчиков, это канал «Сейчас», я Олана Кырки, разум земной на стриме от Епыри, рада витаты Илья Пономарёв, полушний депутат ДЖДУМ Руссии, 2013-го урока уже в эмиграции, в засновных утро февраля. Илья Владимирович, рада вас видеть, рада приветствовать. Добрый день. В последнее время в своих соцсетях, я их изучаю постоянно, вы огромное внимание уделяете деятельности Легиона Свободы России, развенчиваете мифы, которые вокруг этого Легиона, и показываете, чем он действительно занимается. Не секрет, что многие представители российской оппозиции, первые рейды РДК и Легиона Свободы России поддавали нещадной критике. Насколько изменилось что-то в этом плане за последнее время? Много ли добровольцев за последнее время присоединились к Легиону Свободы России? Ну, изменилось на самом деле действительно многое, чего. Вот когда-то мы чуть больше года назад, это был август прошлого года, подписали соглашение, так называемую Европейскую декларацию между Легионом Свободы России и Национальной Республиканской Армией, партизанским движением, действующим внутри России, об образовании политического центра силового сопротивления. И я вот координирую этот самый центр. И как раз через неделю после подписания этой декларации я должен был ехать на форум Свободной России в Вильнюс. У нас там были запланированы дебаты с Гариком Спаровым на тему силовых методов и так далее. Тогда большое количество участников этого форума взбунтовалось, поставили ультиматум перед тем, что вот они тогда не приедут, потому что они категорически против силового сопротивления. И меня после этого на форуме на год забанили. А вот на этой неделе, буквально три дня назад, четыре дня назад, был очередной подобный форум. Он нашел в Таллине, и он принял декларацию, которая провозглашает приоритетом поддержку силовых методов сопротивления. Причем, значит, там ближайший соратник Гарри, значит, когда вносилась эта резолюция, он так, значит, в зал глядя, то есть так, как глядел, все говорит так, ну что. Есть тут кто-нибудь, кто против силовых методов? И ни одной руки не было подняты. Вот это, конечно, на мой взгляд, колоссальное изменение настроения. Сейчас лидеры оппозиции, на мой взгляд, существенно отстают от рядовых сторонников оппозиционных взглядов. Мне кажется, что сейчас уже основная масса, она более радикальна, чем те люди, которые называют себя вождями, лидерами российской оппозиции. Но она ведь не однородная, это российская оппозиция, вот вы говорите о радикальных силовых методах, а что подтолкнуло, и что, собственно говоря, изменило эту позицию того же Каспарова? Да вы знаете, как это может быть так не цинично или неприятно звучит, да, то есть, ну люди уважают силу, люди стремятся к ней прислоняться, становиться ее частью. Люди очень не хотят быть частью слабости, поэтому тогда, когда это только начиналось, это выглядело как такие расточечки стартап, да, то есть, соответственно, вместе с этим было быть, это принимать на себя риск. Вот, а сейчас, после того, как начались массовые атаки внутри России, и видно, что это уже не единичные действия, а массовая компания и беспилотники, и эти шкафы, военкоматы, нападения на отдельных там пропагандистов, деятелей режима и так далее, то есть, это уже большой процесс, большое движение. Плюс на фронте, вот, заход в Белгородскую область уже трижды отдельные, там, более диверсионного характера акции вдоль линии фронта, то люди начали понимать, оказывается, там все по-серьезному. И все хотят быть частью вот этого того, что по-серьезному. Вот, вот это главная причина. Есть ли единое видение будущего, вот, у россиян, которые с оружием в руках сейчас борются против путинского режима, вот, чего, какая конечная цель, чего они хотят достигнуть, какое они видят будущую Россию, за которую они сейчас, собственно говоря, и борются? Конечно, единого какого-то понимания нет. Более того, я считаю, что, как бы, может быть, его и не должно быть. Есть, должно быть единое понимание непосредственной цели военного сопротивления. Цель военного сопротивления является уничтожение действующего режима, физическое устранение Владимира Путина, его приспешников, соответственно, и всех остальных под суд в ГАГ. ГАГ – это военный результат. Помимо военного результата, конечно, должен быть политический результат. Тут уже существуют разные точки зрения у разных подразделений, потому что, например, РДК – это подразделение политизированное, да, оно там состоит из людей правых взглядов, у них, соответственно, есть свое понимание того, каким они видят будущее России. Легион Свободы России – движение аполитичное, да, там это именно военное подразделение, да, соответственно, армейских людей, поэтому там у каждого из отдельных представителей легиона. Есть, конечно, свое представление о прекрасном, но сам по себе легион – это не политическая партия, это не политическая группа. Зато легион сотрудничает и связан, и имеет своих представителей в съезде народных депутатов, который является вот протопарламентом, синевым парламентом для будущей России. И вот он пишет законы, правила для будущей страны, и на данный момент уже принята переходная конституция, принят ряд законодательных актов, каждый из которых какие-то конкретные кусочки будущей жизни определяет. И этот процесс, ну, как бы он двигается дальше, к моменту перемен, мы должны иметь там 18 базовых законодательных актов, которые покроют вот наиболее острые вопросы, которые всегда задают россияне. Собственно говоря, вот как к съезду народных депутатов сейчас относятся в Европе, вот официальные лица среди европейцев, потому что обитует такое мнение, я думаю, вы его слушали, о том, что, ну, Путин, во всяком случае, понятен, да, для некоторых европейских лидеров, и вот если не он, то боятся, а что же дальше? Вот, собственно говоря, как к вашим предложениям, вот к тому же, к вашим наработкам сейчас относятся? Ну, смотрите, есть разные европейцы, да, то есть очень сильно, да, и даже если я там скажу про группы какие-то, то это будет уже определенное упрощение. Но, тем не менее, можно сказать, что существуют восточные европейцы, там, плюс страны Балтии, там, плюс Украина, которые активно взаимодействуют со съездом и активно интересуются, и обмениваются какими-то конкретными вещами, там дают идеи, которые съезд может использовать, слушают то, что там происходит, получают документы. То есть здесь у нас есть очень такое активное взаимодействие. Существуют люди, которые относятся с опаской, но, тем не менее, тоже с вниманием, да, это, там, например, американцы или британцы. Они относятся с опаской в том смысле, что они очень не хотят, чтобы в Москве считали, что они занимаются организацией революции в России, вот, и поэтому стараются, чтобы вот такого ощущения ни у кого не возникло. Но, тем не менее, они понимают, опять-таки, что съезд – это единственное место, где есть созданная уже политическая легитимность. Она меньше, чем, например, у Тихановской, которая только что проходила выборы. Тем не менее, она существенно выше, чем у других политических организаций российской оппозиции, потому что никто из них выборов не проходил. И здесь, соответственно, есть люди, которые получали народный мандат в разное время. Это для всех политиков является таким достаточно важным фактором. Плюс важным фактором являются военные подразделения на фронте. Они, в общем, тоже понимают, что это очень важно – сочетание политического и военного силового ресурса. Ну и, наконец, есть западноевропейцы. Западноевропейцы вообще этого ничего не хотят ни слышать, ни видеть и так далее. Они хотят поддерживать различные чисто эмигрантские группы, которые занимаются организацией российской оппозиции в эмиграции, которые никаким образом не влияют на ситуацию внутри страны, потому что им всего страшно. Не хочется этим в это лезть, не хочется тем более влазить ни в какие вещи, где есть силовая компонента. Они ничего не видят, ничего не слышат. Пусть будет как будет. Вот это вот три разных группы. Вчерашняя волгайская речь – Путин. Понятное дело, что не можем ее не обсудить. Вот, ну, первый вопрос у меня – как в двух, возможно, в трех словах вы бы назвали эту речь? Что это было? В двух, трех словах. Но меня, конечно, больше всего потрясли признательные показания по Приможину. Как раз хотелось с вами обсудить. Да, да, потому что, ну, я говорю, я это иначе признательные показания не могу даже оценить. Не факт, что они правдивы тоже, да, то есть, может быть, он как бы просто хотел показать, что все он ситуацию контролирует. И поэтому убил – да, это я убил. Даже если это не он убил, то есть, вот. Но в любом случае то, что он вчера сказал, фактически он сказал – это я убил Божина. Потому что та версия, которая была им выдвинута, она противоречит абсолютно здравому смыслу, объективному наблюдению, да, там, и так далее. Да, взрыв гранаты внутри корпуса самолета не могло отвалиться на коло. Значит, вот, корпусы были бы там пробоины, там, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, короче, эта версия, она чаще неправдоподобна, да, то есть, она даже не пытается быть правдоподобной. То есть, там, бомба в этом шасси, да, это был бы какой-то типу правдоподобность, да, то есть, вот, там можно спорить, правда, неправда, но та версия, которая им была выдвинута, она точно неправдива. Вот, и это, конечно, такой абсолютно осознанный сигнал, я бы сказал, что это главное, на самом деле, что было на этом форуме. И думаю, что причина в том, что Путин хочет сказать, что он по-прежнему контролирует ситуацию. И это означает, что, на самом деле, он ее не контролирует, про что мы уже несколько раз в наших эфирах говорили. Я считаю, что он уже, там, правителем России может называться лишь достаточно условно. Ну, а остальное он как раз играл в эту же линию, то есть, там, планов громадье на будущее, глобальные планы политические, глобальные планы экономические, переустройство, инфраструктура, там, еще Дальний Восток осваивать и все прочее. И, при этом, на самом деле, ну, наверное, последнее, что бы я выделил важным из заявлений о том, что он впрямую сказал, что Россия больше не возражает, если Украина будет вступать в Европейский Союз. Конечно, это изменение позиции, потому что в 2014 году вся эта Европейская ассоциация Януковича и так далее, как раз было, ну, не то что вступление в Евросоюз, но даже просто соглашение о сотрудничестве с Европой вызывало в Москве какой-то ярости. И они хотели, чтобы Украина была только в таможенном союзе и ставили вопрос, выбирайте или вы там, или вы здесь, то есть, мы не допустим, чтобы вы были и там, и там. Вот, то есть, теперь, значит, вся эта история сведена исключительно до членства в НАТО. Но по-прежнему еще пока не ставится публичный вопрос о деоккупации захваченных территорий. Но видно, что процесс идет. Ядерная риторика, которая прозвучала, кстати, очень интересно, что Путин заявляет об успешном испытании ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», хотя ранее, до этого, когда журналисты задавали этот вопрос, Кремль это все отрицал, говорил о том, что это не соответствует действительности. Далее Путин намекнул о том, что, мол, могут они выйти из договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Тут Володин уже на следующий день говорит о том, что раз такое ЦУ дано, то Госдума может это все быстренько принять. Ну и Лукашенко после таких заявлений говорит о том, что, мол, могут довести Путина, что он нажмет на эту красную кнопку. О чем это все свидетельствует? Повышение ставок, сигнал это кому и вот усиление этой ядерной риторики с чем связано? Тут ведь это все происходит на фоне предстоящего визита в Китай. Для Китая ядерная риторика неприемлема в принципе. Зачем Путин это все делает? Зачем он повышает ставки и к чему этот весь ядерный шантаж? Ну у него несколько досок параллельно, поэтому понятно, что это противоречие китайской позиции, но направлены на запад. Прежде всего понятно, что Китай, конечно, вы абсолютно правы, тут категорически против вообще любым бряться, ним оружием. Зачем Китаю нужно, чтобы портили его будущее имущество, значит это ни в коем случае. Вот. Меня на самом деле шантаж этот вообще волнует довольно мало, мне кажется, его и на западе перестали уже слушать. Это такое, значит, бряться не оружием, когда тысяча и одно китайское последнее предупреждение, да, это уже приедается. Вот. Меня на самом деле в этом всем больше всего беспокоит, причем я бы сказал, в данном случае активно беспокоит. Вот. Вот пресловутый ракета-буревестник, да, значит, Путин уже второй раз к этому возвращается, в первый раз он про это говорил на послании президента, которое у него было, я не помню в каком году, но еще перед широком масштабным вторжением. Вот. О том, что они это делают, там всякие мультики показывали и так далее. Вот. Беспокоит это ровно тем, что там предполагается, что это вот там некая ядерная энергетическая установка в этой ракете. Но если ее испытывать, ракета может же упасть. Это вот как раз гораздо хуже даже, чем ядерная бомба, потому что это радиоактивное заражение. Невозможно провести там какие-то более или менее там последовательную серию испытаний, чтобы не было там никаких проблем, да. Ну, даже если там из пяти раз запущенных там четыре будет нормально, а одна может быть проблемой. И что делать-то тогда с радиоактивным заражением? Вот это реально какая-то абсолютно безответственная история. Вот. Да и бессмысленная эта тема делать подобного рода крылатые ракеты. Вон весь мир уже научился делать это с этими, с солнечными батареями, там, самолеты, которые могут находиться в воздухе сколько угодно времени, там, облетать по кругу весь воздушный шар, земной шар и так далее. Вот. А они там делают эти ядерные установки. Ну, вот это реально пугает, да. То есть, потому что так же, как с Луной, там, какой-нибудь акселерометр куда-нибудь не туда включится у них. То есть, ручки кривые, там, лучшие инженеры разъехались уже из страны. Вот. И что потом? Они-то помрут, а нам-то, значит, эту страну восстанавливать и обустраивать. Но все-таки ядерные испытания. Рискнут проводить или нет? Нет, это вот это абсолютно безумное заявление Симоньян, которое несколько дней обсуждалось с разными политиками, аналитиками и за рубежом, и в средине России. Оно к чему? Это тоже своего рода подготовка? Или вот как это все расценивалось? Ну, судя по загару, Марго просто перегрелась на солнышко, да, там. То есть, это какая-то совершенно, то есть, просто какой-то бред, да, заявленный. Я даже не знаю, как его обсуждать, потому что вот никого другого слова, кроме бред, или как вот Путин любит говорить, чушь какая-то, да. Вот чушь какая-то просто. Что она имела в виду? Может, ее надо в Сибирь переселить? Ну, мы готовимся к этому давно уже, да, то есть, к переселению госпожи Симоньян с ее супругом, значит, в Сибирь. Может, она хочет, чтобы там из гуманизма это было невозможно сделать, чтобы она была радиоактивным заражением, там, то есть, чтобы ее в более теплые края переселяли. Уж не знаю, просто реально не понимаю. Ну, а все вот эти вот бравурные реляции по поводу того, что с экономикой все хорошо, вот для кого этот был пассаж, учитывая то, что рубль продолжает свое падение, и каким образом будет, есть ли вообще ресурсы у Путина в преддверии, да, своих там выборов спасать к нему? Ну, смотрите, тут все работает на подсознании, да, помните, великий украинский актер Геонид Быков, да, то есть, в бой идут одни старики, да, то есть, доложите обстановку. Все нормально, падаем. Вот Путин, мне кажется, изъяснялся относительно рубля ровно в этом же самом стиле. Тем более, что для него действительно все нормально, потому что они подготовили бюджет на следующий год, который невозможно свести, если не будет масштабной девальвации рубля. Им просто нужно за те же самые доллары получить гораздо больше рублей, и в девальвации они просто заинтересованы. Но при этом есть и другие показатели, которые тот же самый Путин говорил на том же самом выступлении, на которое, естественно, меньше народу обратило внимание, потому что они более специальные, экономические характеры носят. То есть, он там говорил по поводу того, что там дефицит бюджета, они удержат в пределах одного процента. Вот это вот все, как они собираются это все сочетать вместе, инфляционные показатели, девальвацию, дефицит и такой колоссальный рост военных расходов. Ну, это просто, то есть, как-то, все и одновременно они, в общем, пытаются сделать. Роман Абрамович, какую сейчас роль играет, сотрудничает он, кем он является для Кремля, и с чем связана, вот была не так давно информация о том, что в российских пропагандистских СМИ им дано было ЦУ не упоминать его в негативном контексте. Ну, он действительно, мне кажется, выполняет важную роль посредника между Украиной и Россией, играет ключевую роль в программах обмена военнопленными между Украиной и Россией, то есть, в этом смысле выполняет очень-очень важную роль мостика, ну, и поэтому он по-прежнему пребывает в таком подвешенном состоянии с точки зрения там санкций и так далее, то есть, грубо говоря, там, пистолет он где-то у его виска все время находится, вот, но при этом, будучи очень умным, осторожным, аккуратным, гибким человеком, он между этих струй пока проходит, сохраняет хорошее отношение как с руководством Украины, так и с руководством России. А в чем его главный интерес сейчас? Да, как и у всех выжить, ну, то есть, это же один из самых влиятельных и богатых российских предпринимателей с большим количеством активов, причем активов как внутри страны, так и вне ее пределах, да, то есть, поэтому он уязвим и там, и здесь. И как-то из этой ситуации выйти, конечно, он в этом заинтересован, уже потерял свою любимую игрушку в виде Челси, вот, ну, фактически пожертвовал ее на благо Украины, потому что деньги с продажи этого клуба, они должны поступить, а вот так я не понимаю. Они просто уже поступили или еще не поступили, но они должны поступить в конечном итоге в Украину, вот, и, ну, это тоже говорит, в общем, что у него в душе происходит. Илья, а вот скажите, пожалуйста, почему санкции, да, которые фактически в прошлом году так обсуждались бурно, эти несколько, там, сколько уже, один из пакетов, да, санкций Евросоюза, санкций Соединенных Штатов Америки, Британии, которые должны были фактически обвалить, обрушить российскую экономику. Ну, этого так и не произошло. В чем основная причина? Почему вот эта вот тактика мелких порезов, о которой говорили, что они сразу, вот, там, быстро, вот, да, вот, что-то жесткие, какие-то меры принимают, а по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот, она, даже она не сработала? Ну, во-первых, невозможно вычерпать ванну дуршлагом. Он дырявый. И эти санкции, они тоже такие же дырявые. Во-вторых, они еще и медленные. В-третьих, еще и каждая страна ведет их по-своему. Поэтому в зазоры, значит, все легко, к сожалению, проходят и их избегают. На мой взгляд, более перспективным является все равно тема не экономических общих санкций, а индивидуальных, которые могли бы достичь раскола элит и перехода, по крайней мере, части путинского окружения и вообще верхушки общества российского на сторону добра. Но для этого нужен и кнут, и пряник. А вот тут с пряником проблема. Кнут есть, причем такой потрескавшийся и не всегда достаточно жесткий. Но самое главное, пряника нет. Нужно людей куда-то гнать, и там где-то должна быть калитка, в которой они могут пройти. А если их просто гоняют по этому вольеру без какой-то цели, причем разные загонщики с разных сторон гонят в разную сторону, то, конечно, ничего добиться нельзя. И это очевидная совершенно недоработка международного сообщества, про которое мы постоянно говорим, постоянно говорим о том, что надо это исправить. Но поскольку нет единого лидера в данном случае, который бы взял на себя ответственность за формулирование этих правил, а Украина очень боится, президент Зеленский лично очень боится того, что если он будет говорить про какие-то пряники, то его и не поймут в Украине, и распадется эта международная санкционная коалиция. Вот поэтому он эту позицию принять на себя не может, а других нет. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Илья Владимирович, благодарю вас, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам. Всегда вас рады видеть на канале сейчас. Всегда рад, спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»!